Друзья, всем привет! С вами Никита Дилой и мы продолжаем играть на карте Регион 18. И, скажем так, закончился у нас обеденный перерыв, который длился, по факту, нисколько он не длился. Друзья, что мы имеем на данный момент? В прошлой серии мы купили восьмое и девятое поле, поэтому сегодня нужно собрать с них урожай. Восьмое поле уже созрело, на нем, кстати, тоже бобы растут, как и в прошлой серии мы собирали. А на девятое поле еще не созрело, на нем растет пшеничка. В общем-то, его тоже обязательно нужно собрать, и эти два поля, соответственно, нужно объединить. Плюс, нам нужно засеять уже имеющиеся у нас поля, одиннадцатое, десятое и третье поле, которое третье, четвертое. Ну и, соответственно, восьмое и девятое тоже нужно будет засеять, только его еще нужно полностью вспахать будет. Ну и, друзья, за все это время нужно будет также упороться и скататься на все заводы, отвезти на них всякую хрень. И, соответственно, есть у нас на данный момент девятьсот двадцать три тысячи, и мы, соответственно, можем купить себе какую-нибудь новую технику. И, знаете, еще, друзья, ко мне в голову пришла гениальная мысль. У нас есть одна такая неприятная проблема, скажем так. У нас Курсплей не хочет возить на заводы всякие зерновые культуры. Он не хочет почему-то разгружаться на тех триггерах, и у меня есть идея попробовать поставить там просто точку разгрузки. Я в прошлый раз попробовал так сделать, оно как-то довольно криво все это дело высыпает, и я, кстати, ничего не могу с этой пшеницей сейчас поделать, я ее даже погрузчиком убрать не смог. И, друзья, на сахарном заводе у нас такая же неприятность случилась, поэтому у меня есть мысль попробовать купить вот такой вот КАМАЗ. По сути дела, им довольно просто будет поставить какую-либо точку разгрузки и с помощью него возить эти самые культуры. В общем-то, мы это дело тоже попробуем. Я поставил новый вот КАМАЗ-пак себе, ссылка на него будет в описании, если я не забуду ее туда добавить, я постараюсь не забыть. Если забуду, то, ребята, напомните мне в комментариях, я обязательно скину. Я, правда, не знаю, вот какой из этих всех взять. Больше всего внешне мне нравится вот этот синий за 76, который на 18 тысяч литров. Давайте мы его и возьмем. 90 километров в час он ездит, 350 литров у него бак топлива. Вроде как должен работать. О, мы его еще можем покрасить, ха-ха. И движок мощный мы ему тоже впендюрим. Я не знаю, что это за выбор колес. Мы поставим 3. Мне нравится число 3, пускай будет 3. И оба тоже пускай будут оранжевые. Да, я вот так вот все люблю. Добро пожаловать в нашу семью. И знаете, выглядит он довольно-таки неплохо. Можно попробовать, собственно, с помощью него и сделать курс плей на разгрузку. Попробуем поставить точку разгрузки просто. Но это, ребята, чуть попозже мы сделаем. На данный момент нам нужно поставить уборку поля и поставить удобрение поля. И, кстати, пока у нас есть деньги, мы еще купим новую удобрялку. Я хочу вот такой вот опрыскиватель еще купить. 71 тысячу он стоит. 28 метров у него для ширина опрыскивания. Поэтому мы его тоже покупаем. Добро пожаловать к нам. И, соответственно, давайте сбросим все это дело на базу. 95 лошадей он требует. Поэтому, я думаю, даже Фент, например, с ним прекрасно справится. Поэтому мы садимся в него. Оно у нас заправляется жидкими удобрениями. И, кстати, есть вероятность того, что довольно-таки далеко оно находится. И он может не заправляться здесь. Надо будет маршрут курс-плея еще посмотреть. В общем-то, везем его на третье поле. И там будем делать ему маршрут. И маршрут мы его будем делать такой же. С центра поля. Соответственно, ставим удобрение и посев. Генерируем маршрут. 8,2 метра он считает, что он будет. Но, пускай так эти 10 сантиметров роли не сыграют. Поле 3. Расположение старта текущее. Возврат на старт. Да. Поворотная полоса. Я думаю, тут 10 даже будет много. Да, 6 полос он сгенерировал этих поворотных. Ну, вот так вот он выглядит. Ровно и четко будет кататься. Соответственно, этот маршрут мы с вами, друзья, сейчас сохраним. Только перед этим мы удалим вот этот на 12 метров удобрения. Он нам больше не нужен. Мы этой маленькой удобрялкой это поле удобрять точно не будем больше. Так что мы его стираем. А этот сохраняем как поле 3 удобрения 28 метров. Логично, да? Соответственно, добавляем к нему поле 0.3 база. И сейчас нам самое главное, чтобы он заправлялся по этому маршруту и нормально, в общем-то, ездил. Запускаем по маршруту со стартовой точки. И он погнал удобрять наше поле. Кстати, не так быстро тратятся эти удобрения. Хотя они вроде дороже жидкие стоят. Я вот, честно говоря, не помню. И бак у него, кстати, большой, что тоже очень хорошо. В общем-то, ладно. Пускай он работает. Если он вернется сюда и скажет, что цистерна пуста, нам выдаст ошибку. Если нет, то и хорошо. Мы же в это время возвращаемся на базу и берем сеймфортиса. Он у нас будет работать с нашей маленькой удобрялкой. И маленькие поля будет удобрять, соответственно, он. Поэтому мы ее цепляем. Она практически наполнена. Вывозим нашего сеймфортиса сюда. Ставим ему удобрение и посев. Загружаем поле 10 удобрения и поле 10 базы. И с ближайшей точки мы его запускаем. И он вроде как должен найти маршрут и поехать удобрить это поле. Ну и следующее, что нам нужно сделать, это собрать 8 и 9 поле. Я предлагаю сейчас ускорить немного время для того, чтобы 9 поле успело созреть. Поэтому давайте X15 мы пока что поставим. Сами тем временем возьмем вот эту статру Феникс и поедем на 8 поле. Запишем маршрут с 8 поля на базу. Потому что нам он в любом случае пригодится. И маршрут мы будем записывать из угла поля, из этой самой точки. Поэтому нажимаем начать запись маршрута. И едем на базу, как обычно, через все триггера. И через пополнялки удобрений, сейлок и так далее. И вот здесь мы, соответственно, маршрут наш и останавливаем. Я там, честно говоря, не очень аккуратно проехал. Мне не очень понравилось. Но если не будет работать, перепишем. Но я надеюсь, что будет работать и ничто там цепляться нигде не будет. Сохраняем маршрут под названием поле 0.8 база. И, соответственно, запускаем по маршруту работу с комбайнами. Выбираем ему комбайн CR-1090. Он ждет заполнения бункера. Соответственно, поехали, привезем сюда этот самый комбайн CR-1090. На особо богатый урожай я на этом поле, честно говоря, не рассчитываю. Поэтому, ну, будет сколько будет. Все равно терять это добро тоже не хочется. И, друзья, генерируем маршрут на восьмое поле. 13,7 метров. Поле номер 8. Расположение старта текущее. Возврат на старт. Да. И поворотная полоса. Две штуки с разворотом. Пускай будет. Соответственно, чуть-чуть мы проедем, соберем, чтобы у него не было никаких косяков. Возвращаемся обратно. И запускаем его со стартовой точки. Надеюсь, будет работать. И, видите, у нас пришло уведомление о том, что нуждается в заправке удобрения. Видимо, удобрялка не сработала. Не заправился он в том месте. А жаль. Поэтому самым верным решением я предлагаю именно перенести удобрялку. Поближе к дороге, что ли. Для этого мы этот трактор, опять-таки, отправить сейчас. Да, это не сработает. Мы его просто отправляем по маршруту поле 03 база. Точнее, сбрасываем сначала тот маршрут поле 03 база. И вообще, вручную нам лучше доехать до нашей базы. Пропускаем мы вперед сеймфортиса. И точно так же со следующей, точнее, с ближайшей точки мы ставим перегон техники. С ближайшей точки запускаем. И когда он будет проезжать мимо удобрялки, мы его остановим. Снесем удобрялку. И, соответственно, поставим ее поближе так, чтобы он заправлялся. Вот так вот. Проезжаем дальше. Сбрасываем маршрут. Лезем в магазин. И эту удобрялку мы... Вот она, Liquid Fertilizer. Мы ее продаем нахрен. А на это самое место ставим новую. Только он не дает это сделать. Он вообще не дает ее нигде поставить. Попробуем выйти из транспортного средства. Я не знаю, может это из-за этого. Вообще не дает ее здесь поставить. А почему? Ну, ладно, на самом деле невелика потеря. Найдем мы место, куда ее впихнуть. Здесь как бы ее ставить не вариант. Да и он не дает... А что вообще случилось? Почему он не дает ее поставить тут? Как бы вот еще место неплохое. Здесь же будут проезжать у нас все трактора. Давайте попробуем здесь поставить. Например, ее вот так вот повернем. И вот сюда. Естественно, заходим в этот самый трактор. И загружаем его все те же маршруты. И в ближайшие точки отправляем. Посмотрим, заправится он или нет. Я надеюсь, что заправится. Не хочется паяться с этим на самом деле. Все хорошо заправляется. Пускай. Посмотрим, что у нас с остальными маршрутами будет. Тоже интересно. С остальными полями будет ли оно работать. Но мы большие поля будем. Так что, в смысле, этой удобрялкой удобрять. Маленькие будут в форте съездить. С тем разбрасывателем. Ладно, работает пока что. И слава богу. Но мы пока ждем, пока созреет вот это самое девятое поле. Можно даже, опять-таки, немножко больше ускорить время. А пока время ускорено. Друзья, давайте мы возьмем и пригоним туда, соответственно, нашу татру. И нам пришло уведомление, что требуется щепа на второй теплоцентрали. Давайте посмотрим, насколько выгодно ее туда продавать. Честно говоря, не особо. 167. У нас 700 тысяч примерно есть. Но это такое себе. В общем-то, давайте пригоним нашу белую татру. Только единственное, что мы поменяем прицепы местами с маном. Оно у нас должно работать именно так. Именно в такой связке. Собственно, поле 8 у нас, точнее 9, будет убираться маршрутом поле 8. База. Так что мы загружаем именно его. Ставим работу с комбайнами. Ставим ему на шторм. И отправляемся в следующей ближайшей точке. Поле 9 тем самым созрело. Мы время останавливаем. Чтоб пока не стемнело. Берем, соответственно, Ростельмаш. Заводим и везем на 9 поле. Ну и генерируем маршрут для Ростельмаша. Точно такой же, как и для ЦР-1090, только на 9 поле. Ставим ему 2 поворотных полосы с разворотом. Генерируем маршрут. И со стартовой точки друг погнал. Плюс соломку он нам высыпает, что тоже замечательно. Ну и, друзья, теперь мы готовы объединять эти поля. По крайней мере, начать это делать, как и с 3-4 полем, как и в прошлые разы. 5 полосочек мы плугом сначала делаем с этой стороны, потом с той стороны, потом записываем маршрут и пускаем его работать по маршруту. И сейчас главное аккуратно выстроиться. Тут еще, блин, поле под углом немножко идет. Я думаю, так в принципе пойдет. Поэтому давайте-ка аккуратненько, не торопясь, проезжаем первую полосочку. Та, в принципе, сойдет вполне себе. Можно было чуть-чуть ровнее, но да ладно. Тут еще поля, скажем так, кривоватенькие. Или попробуем ровнее. Давайте попробуем ровнее проехать. Вообще-то надо делать с помощью мода GPS, который мне в падлу ставить. Точнее, у меня даже стоит, мне его в падлу подключать было. Нет, это слишком широко будет. Не, ну его нафиг, это надо подруливать постоянно. Пойдет и так. Соответственно, делаем 5 полосочек с этой стороны, потом едем на противоположную. Нет, друзья, все-таки вот мне не нравится, как здесь сделано. Поэтому попытаемся сделать ровнее, но сперва исправим вот этот самый косяк. Для этого мы вот эту хрену и она отсюда уберем, и все будет у нас огонь. А мы продолжаем. Все-таки хочется сделать как-то поровнее, что ли. О, получилось, кстати. Сейчас намного лучше стало. На карте, по крайней мере, покрасивее будет отображаться. Едем на другой угол поля. Ну, видите, здесь как-то с первого раза получилось ровненько сделать. Да, отлично. Пойдет вполне себе. Лучше не сделаешь пока что. Ну и все, друзья. С этим, точнее, не все, но мы готовы генерировать маршрут на объединение полей. Сначала нам нужно показать границы поля, на котором он будет работать, точнее, вот это вот, границы этого участка. Нажимаем «Начать запись маршрута» и делаем круг вокруг поля. Нажимаем «Остановить» и теперь у нас есть, так сказать, импровизированное поле. Рабочую ширину мы ставим 3 метра ровно. Расположение старта текущее. Возврат на старт пускай будет нет. Поворотная полоса нет. Генерируем новый маршрут. Выглядит он вот так вот, ровненько. Все с ним хорошо. Соответственно, плуг за границей поля нет. Запускаем мы его со стартовой точки и разворачиваться в пределах поля. Да. Ну и все. Должен он все ровно, соответственно, здесь спахать. Я, по крайней мере, на это надеюсь, проблем не возникнет. Ну и, друзья, нам также нужно поставить товарища, который будет убирать соломку. Делать это у нас будет один-единственный оставшийся трактор, то бишь «Вальтра». Соответственно, вешаем ему фуражный прицеп. Копируем маршрут от комбайна. Выставляем его вот сюда. Ставим разные полевые работы. Скопировать курс у «Торума». Добавляем к нему маршрут поля 8 база. И запускаем с ближайшей точки. Но, теоретически, он должен собрать соломку, перевезти сюда. Конечно, друзья, когда на таком поле работает сразу 6 единиц техники на одном поле, это не очень хорошо. Они могут спокойно себе сталкиваться. Особенно маны и тот, кто будет соломку собирать, потому что они будут ездить подперек всего поля. Но ничего, если что, мы будем все это дело поправлять. Но сейчас, друзья, я предлагаю опробовать в деле наше новое приобретение. И что-то, кстати, он очень сильно просаживает фпс. Может, какой галючный трохи. Потому что, если на него смотреть, то он, блин, тут 51, 53. Что-то как-то не то. Вот оно аж видно, что он проседает. Сделана в нем вот такая вот кабина, кстати. Ну, вполне так, антуражненько. Давайте попробуем записать на нем маршрут на перевозку пшеницы на завод, на мельницу точнее. Загружаем в него, соответственно, пшеничку. Наверное, вот отсюда. И нажимаем начать запись маршрута. Едем, соответственно, на мельницу. Там это все дело высыпем. Соответственно, вот на этом месте мы нажмем кнопку точка разгрузки. И высыпаем все это дело. И, соответственно, едем на базу и пробуем этот маршрут в деле. Ну, и здесь мы, соответственно, маршрут останавливаем. Сохранять мы его пока что не будем. Мы его просто протестируем. Пшеницу мы запускаем. Запустить по маршруту. И сейчас мы просто посмотрим, сработает это дело или не сработает. Вот смотрите, он вроде высыпает, но не наполняется пшеницей. Соответственно, прерываем мы маршрут. И он высыпал это на пол. Короче, не работает эта вся хреновина. А жаль, моя теория с треском провалилась. Если мы вручную высыпаем, то все нормально. А Курсплей этого делать не хочет. Придется возить все самим. В таком случае, КАМАЗ, прощай. Я рад, что ты у нас немножко поработал. И ты проседаешь FPS. 92 тысячи мы его продаем нахрен. Он нам больше не нужен. И сразу стало 60. Тем временем, друзья, у нас Фортис закончил работу на маршруте. Поэтому мы его прерываем. Сбрасываем. Загружаем, соответственно, поле 11 удобрения. 12 метров. И поле 11 база. И со стартовой точки его запускаем. Единственный вопрос. Не помешает ли дерево? Дерево не помешало. Все, он справится. Итак, друзья, у нас завершил работу наш первый комбайн. Сейчас он крутится. Не может попасть в свою финальную точку. Нам нужно его разгрузить. Хотя, с другой стороны, мы можем это сделать прямо на базе. Вот это я зря сделал. Надо сначала разложить ее. Нажимаем отозвать транспорт. Находим его. Прерываем маршрут. Везем на базу. Пускай он там стоит, ждет. Паркуем его сюда. Глушим. Вот это все мы закрываем. Соответственно, комбайн заводим. Тоже все это дело закрываем. Везем на базу. Ну и выставляем трубу. Мы отсюда вот. Пробуем, как в прошлый раз, высыпать. И оно нифига не высыпает. Эй, друг, ну давай, ну пожалуйста. О, пошло. Пошла, родная. Я тут тыркался, тыркался. Не знаю, сколько времени. Все, вот это дело мы складываем. Соответственно, комбайн мы тоже складываем. И ставим на стоянку в стойло. Сегодня нам уже точно не понадобится больше. Выключаем фары. Глушим комбайн. И все. Отдыхай, комбайнер. Стеер Терус у нас также завершил работу. Прерываем маршрут ему. И ставим его, друзья, пахать. Одиннадцатое поле. Оно не требует вспашки. Но, а хотя нет, мы не ставим его пахать наше одиннадцатое поле. Мы на одиннадцатое поле сейчас купим культиватор. Соответственно, плуг мы временно убираем. Он нам понадобится еще сегодня в любом случае для того, чтобы пахать новое поле. Его обязательно вспахать надо будет перед первым посевом. А мы же, друзья, покупаем вот такой вот 12-метровый культиватор. Гигант 10. Называется 78 тысяч сто и деньги есть. Мы его покупаем. И самый, друзья, косяк то, что требует он 300 лошадей. Для того, чтобы нормально работать. У нас стейр, в принципе, 313 имеет. Может он справится с ним? Я не хочу сейчас брать. Ладно. Сейчас я, друзья, хочу купить вот такую вот тележку вторую. Чтобы все жидкости, которые мы возим, возить по 100 тонн. А не по 60. Ставим широкие шины. Оранжевый цвет к той бочке. Ее покупаем. И также вот такой вот трейлер мы тоже купим. Еще один. Чтобы полуприцепом по 100 тонн возить. Да, немножко тяжело это все будет даваться нашему ману. Тяжело будет с маневрированием. Но очень хорошо сократить нам время. Ее мы тоже покупаем. На самом деле, неплохо было бы еще вот такую вот хреновину купить. Потому что она лучше будет таскать все это дело. 172 тысячи жалко немножко. Мне из-за этой морды он не очень нравится. Длинные вот эти американские траки. Они совсем не маневренные. Манам немножко проще. Ладно, мы его пока не будем брать. А вот новый трактор мы, пожалуй, возьмем. И это будет очередная Вальтер, которая обойдется нам в 319 тысяч. Я ее покрашу в белый цвет или все-таки оранжевый. Ладно, пускай будет белая. Так и быть. Покупаем. 319 косарей. Добро пожаловать в нашу компанию новому трактору. Вот оно, наше новое добро, которое мы приобрели. Все красиво. Все мощненько. И мы, соответственно, сбрасываем все это дело на базу. Вальтер уже, соответственно, мы загоняем вот на это поле. И генерируем ей маршрут на культивацию этого всего добра. Поле 11. Расположение старта. Все как обычно. Возврат на старт. Да. Сгенерировать маршрут. И со стартовой точки мы запускаем. Разворачиваться в пределах поля. Пускай будет да. Хрен его знает, какой ширины разворот у этой хреновины. Ну и все. Пускай работает. Вот этот парень завершил работу. Мы его прерываем маршрут. И, соответственно, гоним на третье поле. Точнее, не третье, а восьмое поле. Следующее удобрять будет он именно его. Ну и, друзья, опять-таки, примерно с центра поля мы будем генерировать маршрут. Только для начала нам, как и с третьим полем, нужно сделать так, чтобы это поле считалось как одно. Поэтому нажимаем кнопочку «Показать границы поля». Он его выбирает. Находим здесь восьмое поле. И переписать поле в списке. Теперь же мы генерируем маршрут на восьмое поле. Поставим чуть побольше полос. Он их сбросит потом. Я не знаю, сколько их здесь будет. Вот этих круговых. Соответственно, этот маршрут мы тоже сохраняем. Чтобы он у нас был. Поле 0.8. Удобрение 28 метров. Нормально. В принципе, центральную полоску можно было бы убрать. Ну ладно, пусть будет. Соответственно, добавляем к этому же маршруту поле 0.3 база. И пока у нас поле не уберется, нет смысла его запускать. Поэтому мы его отгоняем в стороночку и ждем, пока комбайн завершит свою работу. И знаете, друзья, наверное, эту серию мы с вами на этом и закончим. За кадром перед следующей серией я вот эти наши четыре поля засею. В 11 поле мы с вами засеем кукурузы, которая пойдет на силос. В следующей серии мы купим силосо-уборочный комбайн и займемся силосом. Как раз там в комментариях, по-моему, под прошлой серией кто-то писал. Точнее, под паза прошлой, что я давненько этим не занимался. И да, у меня в планах это было сделать. И в следующей серии мы этим с вами, ребята, и займемся. Поэтому я, кстати, поле культиватором прохожу, потому что надо кукурузу засеивать. А та сеялка, которая у нас сеет кукурузу, не умеет это делать. Точнее, надо обязательно обрабатывать почву. Плюс за кадром я, соответственно, вспашу вот это поле. Восьмое, девятое. Будем называть его восьмым. И, соответственно, засею его подсолнечником. У нас его практически меньше всего, поэтому пускай будет. Третье поле мы засеем соевыми бобами. У нас их, по факту, вообще меньше всего. Сделаем так, чтобы было больше всего. И десятое, большое поле мы с вами засеем ячменем. Потому что ячменя сейчас меньше, чем пшеницы. А с учетом того, что у нас 100 тонн ячменя пойдет только на муку и 100 тонн еще пойдет на пивзавод. То есть, вообще меньше всего будет. Поэтому, в общем-то, засеем ячменем. Ну и плюс, друзья, я съезжу покатаюсь. Сейчас на все наши производства я отвезу все, что можно туда отвезти. В общем-то, у нас будет много товара, которые мы с вами в начале следующей серии продадим. Купим силоса уборочный комбайн и будем развлекаться. Поэтому, друзья, чтобы не пропустить следующую серию, если вы не подписаны, то подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Кому несложно, ставим лойсик. Мне будет приятно. Пишите комментарии по поводу того, что думаете вообще насчет всего этого дерьма. С вами был Никита Дилай. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok